На совещании под председательством вице-премьера России Дмитрия Рогозина обсуждали вопросы обеспечения военной и экологической безопасности в море, о создании условий по разведке и добыче стратегических видов минерального сырья в международном районе морского дна, а также говорили о развитии Балаклавской бухты и Севастополя и ликвидации последствий, которые происходят в ходе морской деятельности. От экологической обстановки в морях зависит экономика, туризм, биоресурсы и орнитология в окружающих регионах. В Краснодарском крае два моря – Черное и Азовское. Ни в одном нет затопленных судов и нефтепродуктов, которые могут представлять экоопасность. А вот что касается природных ископаемых, то на Черноморском побережье есть газовые и нефтяные месторождения. На сегодняшний день Черное море – это такой же серьезный источник полезных ископаемых, как и другая часть Краснодарского края, то есть равнинная, сухопутная часть Краснодарского края. Работы в этом направлении, несомненно, ведутся. Это будущее, за этим будущее, потому что запасы полезных природных ископаемых, которые скрыты от человечества, скажем так, под толщей воды, за ними будущее. Отмечу, что многие вопросы, которые решаются в ходе морской коллегии, в итоге становятся законопроектами или векторами развития морского комплекса. Кстати, сегодня во время совещания было принято решение об учреждении звания заслуженного гидрографа Российской Федерации. Это специалисты, которые занимаются описанием вод земной поверхности.